Нам действительно проводилось по обращениям гражданам, по публикациям в средствах массовой информации, в том числе вашего информационного агентства, проверка по вопросу законности, проведенных администрацией города мероприятий по сносу и опиловке зеленых насаждений. По итогам проверки были выявлены нарушения как в части юридической составляющей, так и при фактическом проведении работ по опиловке зеленых насаждений. Это два достаточно серьезных блока. Первый юридически касается вопросов отсутствия дендроплана, в соответствии с которым и должны осуществляться контрольные мероприятия, посадки новых зеленых насаждений и учет и контроль существующих зеленых насаждений. Это отсутствие полной инвентаризации зеленых насаждений, произрастающих на территории города, следствием чего является следующая ситуация. Есть определенные нормирования в законодательстве касательно количества зеленых насаждений, которые необходимы на территории города. Состоит этот показатель из двух основных частей. Это в зависимости от общей площади города и конкретно на душу населения. Опрошенные нами при проведении проверки специалисты как администрации города, подведомственные МБУ службы благоустройства города, у которой есть специалисты, которые и проводят оценку зеленых насаждений перед осуществлением их сноса. Так это и внешние специалисты, независимые, которые, в свою очередь, сказали, что однозначно высказались о том, что ввиду отсутствия полного и четкого учета зеленых насаждений в виде их инвентаризации и постановки на учет в качестве имущественных объектов, однозначно сделать вывод о достаточности или недостаточности невозможно. Вместе с тем и те, и те специалисты, как экологи независимые, так и специалисты администрации города пришли к выводу о том, что в целом, несмотря на все эти факторы, количество зеленых насаждений на территории города недостаточно. Второй блок касательно фактического проведения работ по опиловке зеленых насаждений в том виде, в котором это производится, это не всегда корректно. Были выявлены нарушения в части ненадлежащего кронирования, то есть когда дерево полностью обрубаются у него все ветки, обрезка их происходит до ствола. Это одно из нарушений, которое также учтено в нашем акте реагирования. Это и отсутствие сезонных надлежащих мероприятий по удобрению почвы, по проведению иных мероприятий, которые должны быть направлены на поддержание надлежащего уровня зеленых насаждений на территории города. Эти проверки уже проводились непосредственно с независимым экологом, дабы получить максимально объективный результат. Все эти факты мы заложили в наше представление, оно сейчас находится на рассмотрении по предварительной информации. Естественно, мы возьмем эту ситуацию на особый контроль. В администрации города запланировано в рамках рассмотрения нашего представления посадка около тысячи зеленых насаждений в счет ранее снесенных, в счет снесенных в этом году. Денежные средства, соответствующие по имеющейся у нас информации в бюджет на это, заложены. Соответственно, остается вопрос контроля за проведением фактических работ по компенсационной посадке. То есть мы попали на здоровье деревья, вот это спиливание, проведялось ли это? Мы можем сейчас после спила фактически увидеть пенек, и то в лучшем случае, если он остался, его не выкорочивали, и разрешительную документацию на снос. Разрешительной документации на снос предшествует ряд процессуальных документов, начиная от акта осмотра зеленого насаждения, заканчивая протоколом заседания так называемой зеленой комиссии, на котором коллегиально принимается решение о сносе того или иного зеленого насаждения. С точки зрения тех объектов, которые были снесены, юридическую процедуру администрация города по всем этим объектам соблюла. Поэтому эколог, который был привлечен к нами к проверке, высказать какое-то свое мнение по этому поводу не смог. Мы, в свою очередь, специальными познаниями не обладаем, поэтому обращаемся к помощи специалистов, которые в этой ситуации конкретно по поводу уже снесенных зеленых насаждений однозначно высказаться не смогли.